Hello everybody hello this is Oleg with you again and our channel QS английский язык концепция которая позволяет достигнуть быстрых результатов в освоении английского языка без каких-либо трудных умозаключений и неправильных терминов и искаженной реальности концепция QS предлагает вашему вниманию курс Aurum 180 для индивидуального обучения либо тренажер QS английский язык который обладает 58 многоразовыми модулями полноэкранной тренировки интерактивной интерактивной и для того чтобы ваши речевые модели становились на автоматическое использование это и было придумано то есть он тренирует как тренер только компенсирующий свое отсутствие рядом человека тренера и так сегодня нам предстоит изучить кое-какие примеры на примеры такие представим себе прошлую реальность ну здесь будет такое поле для размышления да ну допустим возьмем такого нашего героя Джона и возьмем Мэри да Джон и Мэри Бэнкс к этому я надеюсь Мэри Поппинс будет не против значит Джон сказал что он дома Джон said в прошлом that he was at home где сказал там и был теперь Джон сказал что он был дома накануне Джон said that he had been at home the day before далее Джон сказал что он будет дома на следующий день то есть мы не будем говорить завтра потому что мало ли когда он сказал сказал мы не измеряем ни дни недели то есть в любом прошлом любом прошлом он сказал допустим может быть в 19 20 веке может начале 21 Джон said that he будет дома на следующий день Джон said that he would be home would be at home would be back at home next day next day then не надо next day просто две два слова такие вот клише да Джон сказал что он работает в данный момент речи да в данный ему тогда момент речи актуальный на тот момент Джон said that he was working Джон сказал что он работает уже два часа Джон сказал что он не был в тот момент работающим потому что два часа в тот момент его речи никак не войдут мы подведем итог двух часов к моменту в котором он сказал и скажем так Джон сказал что он пробыл а не был в тот момент а уже пробыл к тому времени мы подводим итог помните к моменту можно только иметь уже сделанным значит не быть а пробыть актуальная задача его и мы скажем Джон said that he had been had been working пробыл уже в процессе работы пробыл уже работающим Джон said that he had been working for two hours теперь допустим джон сказал что он поедет в Cleveland например джон said that he would go to Cleveland would drive to Cleveland would take a flight to Cleveland возьмет полет возьмет трейс джон сказал что он уже приедет туда к семи джон said that he would arrive нет потому что к семи можно только иметь сделанным джон said that he would это его тогдашний will то есть мы вернемся в его время и скажем I will have arrived я буду иметь уже приеханным I will have arrived by then said that he would have arrived home by 7 джон said that he would have arrived to Cleveland by 7 джон сказал что он живет в нью-йорке в принципе когда мы говорим я живу где-то мы говорим I live потому что в данный момент жить в нью-йорке например человек скажет что он живет на улице кое-кого там то есть он не скажет я есть живущий если он конечно временно там не живет на время какой-то командировки недельной двухнедельной он скажет I live I live in New York I live in the fifth avenue on the fifth avenue I live in the 86th street I live in the 20th street I live in the Gramercy park and so on то есть его live перекочевала в lived автоматически потому что мы говорим о том что ситуация прошлого в котором он это сказал подтверждение тому является вторая форма глагола сказал john said вторая форма все мы в прошлом нет мы здесь наблюдаем за прошлым это наше воспоминание john said that he lived периодически возвращается в одно и то же место john said that he lived in new york city john said that he lived on the fifth avenue on the park lane on the lexington avenue где угодно окей получается джон сказал что он будет ждать моего звонка в районе пяти john said that he не подождет would wait а would be будет каким ждущим и опять же наш теперешний актуальный will comes to be a word становится вудом john said that he would be waiting for my call at around five при в районе пяти at around five вокруг пяти где-то плюс-минус одна минута а может быть две а может пятнадцать в разных городах по-разному окей теперь что еще можно сказать все остальное мы скажем следующие в следующем ролике который выйдет тоже очень скоро сегодня и ролик будет посвящен согласованию белыми or not just believe it or not it's gonna be sequence of the events reported from the future то есть как бы высказанные в будущем но сейчас имеем в виду как допустим если кто-то позвонит скажи что я уже приехал if somebody calls just tell them i have come tell them i have arrived tell them i'm here скажи им что я есть здесь и несмотря на то что будущее еще не настало мы уже там употребляем настоящее время в этом плане почему а почему мы узнаем следующий раз на поразмышляем об этом а а пока помните текущая точка обзора незыблемо мы не можем ее изменить когда говорим о воспоминаниях и в воспоминаниях нет никакого такого актуального настоящего которое можно залезть и чувствовать себя как как будто это наше актуальное теперешнее настоящее то есть говоря о прошлом мы всегда говорим о прошлом и там всегда употребляется вторая форма заметили john said that he was вторая форма that he had вторая форма down или head to do something что ему надо что-то сделать там в прошлом that he had to do something in the best that he had done что он имел уже сделанным что-то к прошлому моменту в котором это сказал и так далее всегда будут там вторые формы даже would это вторая форма от will и наверное все на этот раз спасибо вам что смотрите канал я надеюсь ваш английский обрастает таким позитивным укреплением речевых моделей которые вполне себе годится на то чтобы быть конкретным таким вариабельным модулем для того чтобы опции некоторых слов менять в этой речевой модели хотя речевая модель будет оставаться вашим надежным конем и пусть у вас будет целый табун thank you so much for watching this it's been all with you bye-bye see you shortly